Сейчас, когда время отпусков с раннего утра и до вечера, Брещане наслаждаются солнечными лучами, которые им дарит природа. Но она благосклонна к тем, кто уважает ее и соблюдает элементарные правила поведения. В данном случае это пляжа. Для тех, кто безалаберно относится к предупреждениям, отдых на водоеме таит немало опасностей. Потому сегодня о безопасности Брещан заботятся не только спасатели, но и специалисты санитарных служб. Брестским зональным центром генопедемиологии еженедельно осуществляется оценка санитарного состояния территории пляжей. У нас их пять. Они утверждены решением Брестского гористополкома. Это пляж Центральный, правый и левый берег, Грибной канал, Красный двор и пляж Восток. Также специалистами центра еженедельно осуществляется контроль за качеством воды. То есть проводится ее отбор на соответственную генетическую нормативу по микробиологическому показателю кишечная палочка. В случае уявления несоответствия принимаются ограничительные меры по купанию. Так как, например, на сегодняшний момент у нас на пяти пляжах действует приостановление купания детей и взрослых. Накануне специалисты Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологи опять провели отбор воды. Он проводится двумя способами. С берега муховца с помощью специального прибора-батометра. Второй забор – с лодки. После забора проб материал направился в лабораторию. Микробиологическое исследование показало, что кишечная палочка в пяти водоемах продолжает быть, а потому купание детей и взрослых в них приостановлено. Но это не останавливает Брещан, они игнорируют специально установленные информационные щиты с надписью «Купание приостановлено» и понимают, что купание в несанкционированных местах грозит возникновению инфекционных и паразитарных заболеваний, которые потом приведут к не совсем хорошим последствиям. Кишечная палочка – это бактерия, которая сейчас с такой погодой жаркой наиболее размножается активно и усиленно. То есть с понижением температуры надеемся, что вода станет лучше и мы снимем эти ограничения. Но основанием для отмены ограничений или приостановления служит двукратный отбор проб воды, полученный отрицательный. Никто не навредит себе больше, чем мы сами. Это верное утверждение. Не пренебрегайте советами врачей, избегайте запрещенных водоемов. Кстати, купаться можно на Белом озере.